Сегодня жизнь в поселке Марьинка, Донецкая область, это почти непрекращающиеся обстрелы и атмосфера всеобщей депрессии среди мирных жителей. Совсем рядом проходит линия соприкосновения сторон, и потому грохот взрывов и автоматная стрельба стали уже практически естественным шумовым фоном. Одним из немногих мест в поселке, где хоть иногда можно услышать детский смех, это юношеский центр творчества на самой передовой, где обучается более 600 детей со всей округи. Многие из них потеряли на этой войне родителей и близких. Дети привыкли к взрывам и постоянной необходимости организованно покидать здание при очередном обстреле. Но с постоянным холодом в здании смириться никак не могли. Власти периодически обещали помочь, но дальше слов дело не заходило. Помощь пришла от коммерческих структур, греческого бизнесмена и мецената Пантелеймона Бумбураса. Он привез нам самое необходимое, что нужно детям для воплощения своего творчества. Это материалы. Он привез бумагу, он привез краски, он привез карандаши, он привез нитки для вязания, бисер, потом для квилина, такие вот полосочки. И дети делают картину. Но самое главное, что он привез нам тепло. Он привез обогреватели, которые будут стоять в кабинетах детей, и дети будут продолжать работать, уже не одевая перчаток. Общая сумма помощи, которую Пантелеймон Бумбурас оказал Мариинскому детскому центру, составила более 350 тысяч гривен. Удивилось, что на это опасное место детей учат, рисуют, живут нормальной жизнью. И за это детей, конечно, есть людей сильные, умные, харизм, как эта женщина, и не только эта женщина. Эти детей, это будет очень сильное будущее для нашей страны. Кроме помощи детям, греческий бизнесмен также подарил украинским военным столь необходимые генераторы и другое оборудование. По словам Пантелеймона Бумбураса, увиденное в Маринке, произвело на него сильнейшее впечатление. Для меня очень рад. И я сегодня очень-очень рад, что я еще больше верю в эту страну. И понимаете, на границе у нас страна сейчас, это не граница, но временная сейчас, да, и есть такие люди. В расположенной неподалеку деревне Кирилловка люди страдали от отсутствия водоснабжения. 350 человек населения, в основном старики и дети, более года не имели возможности помыться, приготовить пищу и поливать огород. Вот, без воды, ни туда, ни сюда. Ну, благодаря, конечно, финансовым поделам, что все опиралось в деньги. Вот, Пантелеймон Васильевич, конечно, выделил средства, Харвест выделил часть средств и наняли организацию. Они пробурили нам новую скважину, 62,5 метра. Это, я считаю, довольно-таки глубокая скважина. Сейчас люди вроде довольны. Давление нормально? Вот, людей спрашиваем, да, они довольны. Да, все работает, все хорошо. Вода даже по качеству немножко лучше, чем была, да, потому что глубокая скважина. Так что большое спасибо. Члены благотворительного фонда Бумбураса постоянно выезжают в зону АТО для собирания информации о тех людях и местах, где остро нуждаются в помощи. Каждый месяц у сотен людей на линии соприкосновения сторон появляется надежда. Я считаю, что любой бизнес должен иметь социальную направленность. Это основополагающее, это как базис для любого бизнеса. Мы должны знать и понимать, для кого и благодаря кому мы имеем возможность работать и строить свой бизнес в нашей стране. Фонд Бумбураса уже помог тысячам людей на передовой. Защитникам украинского государства, детям из малообеспеченных семей и другим нуждающимся. Пантелеймон Бумбурас искренне желает, чтобы другие коммерческие компании последовали его примеру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова